У нас с Савелиной есть сын, его зовут Семен, и он с синдромом Дауна. Когда Госдума в третьем чтении приняла закон, это чудовищный закон, Семен на семейном совете, правда ему всего 9 месяцев, тем не менее он активный участник семейных советов, отправил нас к зданию Госдумы, чтобы передать тем детишкам, против которых был принят этот закон, передать своего любимого мишку. Мишку мы передали, положили к стене здания Госдумы, естественно, этого мишку сразу забрал полицейский. Так вот, наверное, я обращаюсь даже не к тем, кто и так придет, кто и так смотрит это видео, я обращаюсь к этому полицейскому, который забирает мишек, которые приносили люди, которые так переживают и думают о том, что происходит с нашими детьми. Уважаемые полицейские, я очень надеюсь, что этот мишка так или иначе оказался не в руках вашей девушки, жены, или, не дай бог, на прилавке, а все-таки в руках у вашего ребенка. Потому что, наверное, это единственная возможность этому ребенку понять, что он ребенок, и что он нуждается в защите. Потому как, судя по тому, что принимает наша власть, больше нет никаких способов понять, что твоя страна о тебе заботится. Понятно, что этот полицейский совершил этот поступок не по своей воле. Наша страна вообще живет сейчас не по своей воле, потому что эту волю принимают в трех чтениях, потом тут же эту волю или не волю принимают Совет Федерации, потом об этой воле говорит тот, кто говорит про свою волю. Тем не менее, я хочу, чтобы мы все пришли 13-го числа на это шествие и сказали лишь одно, что у нас есть своя воля. И у тех деток, которые вынуждены оставаться здесь, умирать в заброшенных детских домах, у них тоже есть воля. И этой волей их лишили. Лишили сначала на пресс-конференции, потом быстренько в оставшихся чтениях, потом еще быстрее в Совете Федерации, ну, соответственно, совсем легко, почти закрытыми глазами, росписью пера нашего неуважаемого президента. Я очень хочу, чтобы мы пришли и сказали, что у нас и у этих детей есть воля, есть право на волю. И это право заключается в том, чтобы хотя бы не умереть, чтобы хотя бы найти своих родителей, чтобы хотя бы вылечиться. Потому как мы знаем, что у нас в России, к сожалению, для этого нет почти никаких инструментов. Есть только любящие родители и есть власть, которая запрещает, в принципе, любить. 13 января в 13 часов марш в защиту детей за распуск Госдумы. Мы вас не выдержали!